Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу пророка Захарии, 10 глава. Темой этой самой 10 главы является освобождение Израиля и его возвращение в обетованную землю. Частично это произошло в персидскую эпоху, частично еще произойдет, происходило и будет происходить. Итак, читаем. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Дождь на Ближнем Востоке – это благословение Божие. Если есть дождь, а его там постоянно не хватает, дождь и роса, дождь ранний, то есть осенний, дождь поздний, то есть весенний. Если дожди в достаточной мере выпадают, осадки, то тогда будет урожай. Если дождя не будет, ни дождя, ни росы, тогда не будет урожая. Нечем будет поливать землю, поля хлеба. А если будет засуха, не будет урожая, тогда не будет хлеба. Не будет хлеба, ну и вообще никаких плодов не будет. Да и падеж скота начнется из-за недостатка трав, нечем будет скот кормить. Тогда будет голод, а голод – это смерть. Поэтому дождь – это жизнь на Ближнем Востоке, а засуха – это смерть. Это совершенно всем очевидно. И здесь Господь обращается через пророка к своему народу «Просите дождя». Вот мы должны у Бога просить этой милости, этого дождя, этого благоволения. Просите во время благопотребное. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Читаем мы в другом месте. «И даст вам Господь обильный дождь, каждому злак на поле». Где дождь, там и злак. Все понятно. Но здесь не только в прямом смысле, но и в переносном смысле мы просим Господа, чтобы он открыл свою щедрую руку и излил на нас свои благодеяния по своим щедротам. Второй стих. «Ибо террафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Овцы без пастыря, их ждет погибель. Дикие звери, опасности, горы. Ножку, лапку подвернула. Что у овцы, лапка или ножка? Неважно, подвернула, упала. И все, дальше становится добычей. А овцы беззащитны, без человека. В древнем мире овцы должны были охраняться. Должны были пастухи быть, сторожа ночью. Собаки должны были помогать человеку, пасти овец. Но вот здесь овцы без пастыря, они гибнут, к сожалению. Здесь народ — это овцы, пастырь. Пастыри — это правящий класс. Правящий класс. Израильский правящий класс. Пастырями обычно называются не священники в Ветхом Завете. А князья народа, правители, цари, иногда пророки. Редко священники, почти никогда. «Ибо террафимы говорят пустое». Терафим, вот здесь, как с серафимами и херувимами, террафимами здесь масло масляное, двойное-двойное число получается. Потому что террафим, серафим, херувим, крувим — это уже множественное число. Поэтому не надо его еще раз умножать. Терафимы — полисемантическое понятие, у него несколько значений. Вот в данном контексте, в данном случае, это, скорее всего, средство для гадания. Потому что дальше идет какой-то инструментарий гадальщика, гадателя. Дальше идет об этих самых вещунах. На самом деле здесь космим. Гадатели, предвещатели, предсказатели, космим. И они с помощью каких-то гадательных практик предсказывали. Не надо ничего предсказывать, дожди не надо предсказывать. Вы просто молитесь, говорит Господь, просите у Господа дождя. Зачем его предсказывать? Сны лживые рассказывают, утешают пустотою. Есть еще такой образ у другого пророка, что человеку снится, будто он ест, пьет, просыпается, а брюхо его все равно пустое. Он остается голодным. Обычно во времена голода снится людям еда. Во времена засухи, во времена жажды снится людям, как они пьют. Вот они просыпаются, они жаждут, они голодны. Вот также эти самые космим, гадатели с помощью своих терафимов предсказывают какие-то предсказания, дают положительные. Но это все пустое. Гадалки сегодня есть, и люди привыкли гадать, ворожить. Ну, уже, может быть, не по полету птиц, гору спеки не по кофейной гуще гадают, не по собачьей мозоли, а, например, с помощью каких-нибудь животных, осьминога или дельфина, который предсказывает исход футбольного матча. Или там по руке гадают, по звездам. В общем, это неистребимо в человеке, и даже среди христианнейших и православнейших народов это неистребимо. И церковь всегда с этим боролась, но безуспешно. Мы должны просить у Господа обо всем, а не гаданиями заниматься, потому что это все ложь и пустота. Все гадания – это пустое занятие. Дальше, третий стих. «На пастырей воспылал гнев мой». Прямая речь Господа. Пастыри здесь – это иноземные, в данном случае вот здесь, это иноземные монархи. Дальше из дальнейшего текста мы это увидим. Иноземные монархи, и Господь их наказывает. Его гнев пылает на них, Он посещает их. «И козлов я накажу». Часто мы используем, не должны, конечно, но часто люди используют это как ругательство. В древности так не было. Козел – это очень животное. Когда человека называли козлом, это очень хорошо было. Цари назывались козлами. То есть, они были и пастырями, конечно, они были львами, они были какими-то там могучими животными. Но и титул козла прилагался к ним тоже. Потому что козел, он ведет за собой стадо коз. Козы идут за козлом. И вот царь ведет за собой народ. Здесь козлами называются, скорее всего, разные иноземные монархи. Иноземные монархи. Значит, мы читаем. «И козлов я накажу». Посещу буквально. Здесь говорится о посещении. «По код» Господь посетит с целью наказать иноземных монархов. Греческих, персидских, римских и так далее. Господь посетит, чтобы наказать. В связи с козлами можно вспомнить книгу пророка Даниила, 8 глава. Где, в частности, говорится. 8 глава, 5 стих и далее. Даниэль книга. Ну, тут множество видений. Вот одно из видений Даниила об овне и о козле. По-разному. Комментаторы, толкователи, истолковые. Кто здесь овен, кто козел. И видел я, говорит. В 4 стихе овен бодал. А вот в 5 стихе я внимательно смотрел на это. И вот западошел козел по лицу всей земли. Не касаясь земли. У этого козла был видный рог его. Между его глазами. Ну и так далее. Следующие стихи. То есть это не редкий случай, когда образы козла, а козлов, как правителей, монархов, вообще какого-то могущества мирового изображается у пророков. И даже в апокалиптике Даниила это очень важный образ козла. Противные для израильского народа монархии. Они здесь будут наказаны господом цари и их армии. Да. Ну, читаем дальше. Читаем дальше. 4 стих. Посетит Господь стадо свое. Оканчивается 3 стих. Дом Иудин. И поставит их, как славного коня своего на брани. Читаем мы в 3 стихе. Господь пастырь. Израиль это стадо. Дом Иудин. Это стадо. Поставит их, как славного коня своего на брани. Разные образы. Стадо овец. Но здесь вот еще образ коня. Конь для брани. Всегда для войны использовался в древности. Из него будет краеугольный камень. Из него гвоздь. Из него лук для брани. Из него произойдут все народоправители. Из дома Иудина произойдут все народоправители. Удивительное пророчество. И, видимо, его исполнение еще ждет своего часа. Краеугольный камень Рошпина. Этот образ часто используется. Камень, на котором держится все здание. В Новом Завете Христос называется краеугольным камнем. Рошпина, краеугольный камень. На нем держится все здание. Церковь часто уподобляется. Новозаветная церковь зданию. Изображается в виде здания. Говорит апостол, как живые камни, устрояйте из себя дом Божий. Это тоже отсылка к книге Захарии, когда Новый Завет об этом говорит. Но и не только. И в псалмах мы краеугольный камень встречаем. И в других текстах. Камень краеугольный. Камень же Бехристос, кажется. Один из авторов Нового Завета. Лук для брани. Разные здесь образы. И они пойдут, как герои, попирающие на войне. Слово врагов вставлено курсивом, набрано по смыслу. Пойдут, как герои, попирающие на войне, как уличную грязь. Когда полное уничтожение и истребление какой-то армии, попирать, как уличную грязь. Грязь. Очень типичное выражение. Враг побеждается и попирается. Его топчут, как уличную грязь. Как грязь на улице. Асфальта не было. Люди ходили после дождя. Пыль превращалась в грязь. Ходили по грязи. По грязи. Из него произойдут сражаться, потому что Господь с ними и посрамят всадников на конях. Израильская армия победит своих врагов. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их». Временами Господь по грехам отдалялся, оставлял свой народ. И тогда его расхищали вот эти козлы, вот эти иноплеменные цари и державы. Но с ними будет то, о чем говорилось выше, с этими козлами. А Господь умилосердится над своим народом, и с этим народом народ будет восстановлен, как будто Господь его никогда и не оставлял. И услышит, близок будет Господь, и будет слушать всегда вот эти просьбы. «Просите у Господа дождя», сказано в начале главы. Вообще во всем просите, о всех милостях. «Как герой будет Ефрем?» «Ефрем» — это Израиль, обычно северное царство, но иногда вообще весь Израиль. «Эфраим». «Поселится, возвеселится сердце их, как от вина». Вино веселит сердце человека. Не упивайтесь вином, конечно, но немного вина, оно сердце человека веселит. И предыдущая глава заканчивалась «Хлеб одушевит язык у юноши и винову от раковиц». Царство Божие уподобляется часто пиру, как часто трапезе пиру уподобляется Царство Божие в Новом Завете. Но все эти образы пира в приложении к Царству Божьему, мессианско-осхатологическому царству, они берут свое начало, свое происхождение из Ветхого Завета, прежде всего из пророческих книг, в частности из книги Захарии, 9-10 главы и так далее. «Сердце их возвеселится, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются, и в восторге будет сердце их о Господе». Когда человек веселится, это веселье может быть настолько великим, он как будто охмелел, даже если он ни капли вина не выпил, ему весело, как будто он выпил стакан доброго португальского вина. Но вино часто бывает образом отрицательным, падают, но не от вина, шатаются, а часто бывает образом положительным, когда эскатологическое веселье Царства Божьего уподобляется веселью человека, который выпил. «В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их, они будут так же многочисленны, как прежде». Как будто не было посещения Господня, как будто Господь не оставлял никогда, они расплодятся, умножатся люди, говорит псалмопевец, как трава на земле. Вот израильский народ умножится, увеличится, поэтому и в 9 главе мы читали, сколь обширны будут его пределы, его территории. А других народов будут народоправители из этого народа. Какой-то знак даст Господь, соберет вот это собирание, расселение народов в обетованной земле. Очень важный аспект мессианско-оскатологического царства, его наступления. «Расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся». То есть сначала они расселяются везде, по всему лицу земли. Северная, Южная Америка, Австралия, Европа, Азия, океане. Везде расселились потомки Авраама и Иакова. А вот потом Господь их собирает. Время рассеяния заканчивается, и расселение по народам. И в отдаленных странах они будут помнить, будут молиться Господу, помнить, просить у Господа благодеяния, возвращения. И вот здесь Господь говорит в заключении этого стиха 9-го «возвратятся». Господь их сам возвратит. Десятый стих о том же. «И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их». Противоположные концы по отношению к земле Израиля. Северо-восток – это Ашур, Ассирия, Междуречия. Юго-запад – это Мицраем, Египет. И там, и там было много рассеянных. В рассеянии пребывал еврейский народ. Господь здесь через пророка говорит, предвозвещает, что соберет и приведет их в землю Галаадскую и на Ливан. Север обетованной земли, Ливанские горы, если имеется в виду горы, на горе Ливанское. Галаад – это нынешняя территория самого-самого юга Сирии, севера Иордании. И немного сюда же включаются голландские высоты. Это все древняя территория. Этот регион назывался Гиль-Ад, Галаад. Не путать с Галилей, Галилея. Галаад – город Васор, Боцра в Галааде есть. Очень хорошо сохранился там римский театр. Весь из базальтового камня, очень впечатляет. Сейчас это провинция Дер-А в Сирии. Но вообще в Библии это называется Галаад. Вот полуколена Моносина там жила. Полуколена Моносина. Вот два с половиной за Иорданские колена, транс-Иорданские. И одно из них, самое северное, это колено Менаше. Оно жило вот в тех краях в Гиль-Аде, Галаад. И не достанет места для них. Слово «место» курсивом набрано по смыслу. Не достанет для них. То есть все земли, которые когда-то обезлюдили, они вновь наполнятся жителями. Теми, для кого эта земля обетована. Господь ее обетовал, обещал для потомков Иакова. Вот когда-то они и владели, потом рассеяли, и вновь собираются со всей земли. Ассирь и Египет, выше стих берем. Отовсюду, со всех народов, отдаленных стран. И вновь возвращаются и живут. И даже не достает им места. Так они многочисленны. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ашура, и скипетр отымется у Мицраима. Я специально эти собственные имена в еврейском произношении, как они в оригинале. Ассирийское царство Апофеоз Зла, вечная угроза для пророков и для израильских царей до пленного периода, до Вавилонского периода. Египет, земля, где евреи пребывали в рабстве, откуда возник, собственно говоря, еврейский, израильский народ, родина-мать, так сказать, Египет. Если говорить об обетованной земле, то здесь скорее не образ матери лучше подходит, а образ невесты или жены. А вот родина-мать для Израиля – это Египет, Мицраим. Вот здесь Ассур и Мицраим – враги, враждебные по отношению к Израилю народы. Они будут Господом смирены. Гордость отнимется у Ассура, он смирится. Глубины реки здесь вот. Река Ефрат, река Тигр, между речи. Волны морские – это Египет, скорее всего, здесь, в этих образах. И Скипетр отнимется, Скипетр, который у царя отнимется у Египта, у фараона египетского. Александр завоюет все эти страны, все эти земли, Ближний Восток, Египет, Переднюю Азию и так далее, и даже Среднюю Азию до Индии дойдет. Может быть, здесь пророчество об этом. Господь через Александра Македонянина смирит Ассура к тому времени давно не было, конечно. Но была Персидская империя, которая владела Египтом, подчиняла себе Египет в качестве сатрапий. Или это пророчество большей частью еще ждет своего исполнения. Тогда под Ассуром и Египтом мы должны понимать, конечно, не Ирак и современное египетское государство, а в целом все враги народа Божьего будут покорены и смирены. Господом. Укреплю их в Господе. Здесь их, это не ассирийцев, конечно, египтян, это речь идет об израильтянах. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Прямая речь Господа, но как бы здесь прямая речь с речью третьего лица тоже как бы сочетается в одной фразе. Укреплю их в Господе. Прямая речь Господа, и будут ходить во имя Его, говорит Господь, это уже третье лицо, можно рассматривать как слова пророка. Вот так заканчивается 10 глава книги Захарии, запись сделана для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok